Итак, урок номер 17. Курс духовное возрождение. Мы с вами уже углубились достаточно, теперь мы можем с вами добывать сокровища, которые на глубине сокрыты для нас Господом. Это так удивительно, что в процессе изучения мы можем делать открытия, совершать открытия. Это так нас увлекает, чтобы открывать новые удивительные горизонты веры, благодати многоразличной, многогранной. И так это захватывает, просто меняя наши сердца. И я молюсь за этот предмет, когда готовлюсь к пониманию того, что это не просто теоретические знания, которые мы прослушали и положили на полку. Но это изучение, которое должно что-то совершить в нашем мышлении, то есть обновление нашего мышления в понимании, насколько это удивительно, то, что садил Бог, то, что произошло с нами. Чтобы это не было скучным для нас, чтобы это произвело в нас такую радость, такую благодарность, такое осознание величия Бога. Я думаю о том, что когда верующий человек, призванный благодатью Христовой, следовать в этом ученичестве и открывает снова и снова эти удивительные тайны благодати, он наполняется этой радостью, он имеет это ободрение, которое так необходимо в жизни верующего. Потому что представьте себе скучающего верующего, скучного верующего, что может быть ужаснее этого зрелища, чем скучающий верующий, который как бы следует за Христом, и у него никакого интереса, и никакого восхищения, никакого ожидания. Я думаю о том, что ученики, которые следовали за Христом, то есть 12 апостолов, они имели такое состояние ожидания, что что-то еще произойдет. Потому что Господь сказал в первой главе Евангелия Тана, что увидите дела большие, увидите дела великие. То есть вы призваны увидеть великую славу Божью. Что еще может быть прекрасней для человека в жизни? Стать очевидцем, участником невероятных событий, которые все направлены для нашего блага, зная, что в конце концов все будет просто невероятным, совершенным образом завершено Богом нашим, любящим нас. Когда мы начинаем узнавать и утверждаться в такой истине, что все для нас, Бог это делает для нас, мы иногда не можем даже в это поверить, что это все делается для нас. Мы думаем иногда, что Бог какие-то свои достигает там цели. Я не совсем уверен, что для меня это что-то значит. Некоторые могут разочароваться даже и как-то пойти в другом направлении. Но Дух Святой утверждает нас в этом удивительном откровении, которое записано в Второе Послание Коринфянам. Мы часто обращаемся к этому месту. Четвертая глава, 15 стих. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Подумайте, здесь не сказано, что «Ибо все для Него». Здесь сказано «Ибо все для нас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Как и сказал Господь во время Своего земного служения, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить многим, отдать свою жизнь за многих». Это удивительно, что Бог думает о нас. Он имеет это для нас, обилие благодати. Нам остается только лишь в смирении принимать, соглашаясь с Богом. Насколько это удивительно наполняет нашу жизнь. Итак, в нашем изучении мы с вами убедились в том, что без рождения свыше от Духа человек остается полностью душевным, не имеющим Духа Святого для спасения Души, которая в таком состоянии направляется в вечную погибель. И я бы хотел некоторые различия сейчас, так сказать, уточнить, то есть в определении. В процессе изучения я размышлял, что все-таки духовное возрождение и рождение свыше, несмотря на то, что они происходят, мы можем сказать, одновременно, это все-таки не одно и то же. Я сейчас объясню, что я имею в виду. То есть рождение от Духа, оно происходит, как мы выяснили, в результате духовного пробуждения, когда Святой Дух указал нам на Спасителя, как это произошло. Это также в 4 главе 2 послания Коринфяна. В 6 стихе говорится, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». То есть в результате духовного пробуждения это как свет, который воссиял, пробуждая нас, освещая, то есть просвещая эту тьму. И в результате наш взор был направлен в определенном направлении. Помните, Евангелие от Иоанна, 1 глава 29 стих, когда Иоанн, Хреститель, указывая на Иисуса Христа, идущего к Нему, он восклицает, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть в этот момент Дух Святой, пробуждая нас, озаряя наше сердце этой славой, великой славой в лице Иисуса Христа, и указывает на Него. Говорит, «Вот агнец Божий, который взял на себя грехи мира». И когда мы поворачиваемся, то есть обращаемся к Господу и устремляем свой взор на Иисуса Христа, что происходит в этот момент? Дух Святой запечатлевает нас. То есть Он изливается в наши сердца. Римлянам 5 глава 5 стих. Любовь Божия изливается в наши сердца. То есть жизнь изливается в этот момент, когда Дух Святой привлек нас, обратил наш взор, дал нам эту способность уразуметь, что только в Нем спасение, только в Нем жизнь. И мы приняли. И мы это приняли. Евангелие от Иоанна 1 глава 15 стих. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, как Своего Господа и Спасителя, Бог дал власть быть детьми Божьими». И таким образом мы вступили в эти взаимоотношения. То есть мы были рождены свыше от Духа Божьего. И затем, посмотрите, мы становимся новым творением во Христе Иисусе. И начинается процесс духовного возрождения. Рождение чего? Души. Нашей Души. То есть рождение свыше – это рождение Духа. И что в результате рождается Дух? Рожденное Духа – есть Дух. Евангелие от Иоанна 3 глава 6 стих. Но затем начинается процесс, который также мы называем обычным. Он называется освящение. И можно сказать, что это процесс духовного возрождения. То есть духовное возрождение нашей Души, который происходит во всю земную, на протяжении всей земной жизни человека. То есть Дух Святой, который вошел в нас, который оживотворил нашу Душу для того, чтобы спасти ее. И то есть обычно мы… На прошлом уроке у нас было очень такое, да, так скажем, изучение особенное. И обычно мы считаем, что духовное возрождение – это как будто дух человеческий возвращается к жизни в результате воздействия Духа Святого. Ну, можно сказать и так. В этом мы достаточно свободны. Но что нужно понимать? То есть я хочу вот это сегодня сделать заявление. И вы просто… Я думаю, это станет для вас, может быть, чем-то новым. Но это наполнит вашу жизнь невероятной радостью. Я просто уверяю вас. То есть послушайте, в чем оно заключается? Что дух, который рожден от Духа в нас, это несотворенный Дух. Это рожденный Дух. Еще раз хочу сказать, что дух, который теперь в нас, то есть в результате рождения свыше – это несотворенный Дух. Это рожденный Дух. То есть и почему я говорю, что это должно наполнить радостью? Потому что сотворенный человек, сотворенная душа, без возрождения, это все обречено на погибель Только рожденный от Бога, он является Божьим То есть мы становимся частью Бога Потому что, понимаете, творение Божие повсюду В этом мире творение Божие и твари тоже полно ходят, они везде Но рожденный от Бога, это что-то невероятное, это что-то уникальное Я думаю, вы все согласитесь, что посреди этого мира, который наполнен творением Божьим И человек, включая человека, творение Божие, это все вокруг нас в таком изобилии Но рожденное от Бога, насколько это уникально, насколько это удивительно То есть разница очень большая, потому что человек был сотворен Он был сотворен Богом Но произошло однажды нечто удивительное Нечто родилось от Бога в нас И это теперь в нас Это мы теперь То есть это в нас, так что это невозможно теперь отделить Ни от нас, ни от Бога Это соединено в этот вечный, прочный союз Невероятно откровенно Кто из вас рад? То есть мы можем сказать так, что падший Адам То есть, вернее, можно сказать так, первый Адам То есть он был сотворен, мы говорили с вами вторая глава книги «Бытие» И он стал тем душою живущую И что это означает? Это означает, что душа имеющая дыхание жизни Душа имеющая дыхание жизни Что можно также определить как человеческий дух То есть дыхание жизни, которое в человеке Это как, можно сказать, как человеческий дух Сотворенный Я хочу отметить, это сотворенный дух Вот если мы посмотрим, например, такие проявления, можно сказать Книга «Бытие» 7 глава, когда был поток 22 стих говорится «Все, что имело дыхание духа в жизни, на здрях своих на суше умерло» То есть все, что имело вот это дыхание духа в жизни То есть человеческий дух, который сотворенный Он умер, то есть он умирает Можно сказать, если обычно говорится, что в результате непослушания Адама в Эдемском саду Произошла эта трагедия, что человеческий дух Он, ну, как бы умирает, да, можно сказать Тот дух, о котором, может быть, также говорится В книге из Акиилия 4 глава Очень интересное размышление Экклесиаста 21 стих Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх Или дух животных сходит ли вниз, в землю И в последней главе 12 говорится, что дух человеческий, он восходит И возвратится прав в землю 12 глава 7 стих А дух возвратится к Богу, который дал его То есть представьте, если бы мы с вами могли предположить Что этот дух, который в результате смерти человека Просто восходит к Богу Что мы могли бы тогда с вами предположить Что любой сотворенный человек После того, как он умирает Дух его уходит к Богу И никаких проблем вообще нет То есть твоя жизнь закончилась здесь И дух пришел Но мы можем сказать, что это дыхание жизни Которое в начале, в присотворении Бог вдохнул в человека Вторая глава книги «Бытие» И человек стал душою живою Сегодня я спрашивал у Тимофея Я хотел, чтобы это было связано с таким естественным познанием Ну, знаете, предмет физика Я спрашивал, что ты знаешь о законе сохранения энергии То есть естественные законы сохранения энергии Потому что дух, который оживотворил человека Дыхание жизни И он стал душою живущую Когда он умирает Закон сохранения энергии Куда энергия это переходит? Куда энергия это возвращается? То есть она не пропадает То есть ничего не убывает во Вселенной Так как ее создал Бог Ее естественное проявление Если мы помним, 40 глава книги Исаии Как говорится, у Бога ничего не убывает Ничего не пропадает И вот 12 главе книги Клисиаса 7 главе Говорится, что А дух возвратится к Богу, который дал его То есть это дыхание жизни Это энергия, можно так сказать Она возвращается к Богу Она никуда не убывает То, что принадлежит Богу Это все возвращается к Нему Но душа Душа живущая Которая не имеет в себе жизни Божьей Куда она теперь направляется? И мы с вами понимаем Что если она не имеет спасения Которое совершается Богом То есть подействует державные силы Духа Святого То эта душа, она пойдет в преисподнюю И об этом очень ясно говорит в Священном Писании Душа согрешающая, она умрет То есть она будет в этой темнице До суда содержаться Сейчас не будем это рассматривать Подробно, но может быть на одном из занятий Мы это рассмотрим Поэтому в момент рождения свыше Рождается Дух В нас рождается Дух от Бога То есть это рожденный, а не сотворенный Так же как, знаете, символ веры Кто из вас знает, этот известный Там говорится об Иисусе Христе Что? То он рожденный, а не сотворенный Это можно для всяких различных вот этих лжеучений Которые сейчас очень распространены В частности, свидетели Еговы Мы можем сказать, что об этом говорится в послании Колоссянам, первая глава С пятнадцатого стиха Об Иисусе Христе говорится Который есть по образ Бога невидимого Рожденный прежде всякого творения Вы знаете, рожденный прежде всякого творения Ибо им создано все, что на небесах Что на земле, видимое и невидимое Престол или господство, или начальство, или власть Или все им и для него создано И он есть прежде всего И все им стоит То есть рожденный прежде всякого творения Поэтому многие вот эти лжеучения Как, например, свидетели Еговы Они используют эти стихи И другие места в Писании И говорят, что Иисус Христос имеет свое начало Как творение Он тварный Он творение Божье Но этот стих, он говорит, что Он был рожден прежде всякого творения Он несотворенный Он рожденный Но это, я думаю, такая тайна Которую мы не в состоянии постичь Потому что это, я думаю, это то, что Каким-то образом объясняет его положение Как сына, как сына Божьего Единородного сына Божьего в вечности То есть поэтому мы видим, что это несотворенный То есть он несотворен То же самое нам необходимо с вами понимать О нашем духе, который рожден от Бога Он несотворен Несотворен как то, что сотворено Богом И оно может просто пойти в погибель То есть как человек сотворенный Богом Неспасенный, он идет в погибель Но то, что рождено от Бога Это принадлежит ему так же, как и единородный сын Божий Поэтому дух, который в нас, рожденный от Бога Он назван духом усыновления То есть это дух сына Как об этом сказано Галатом 4 глава 6 стих А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваших духа Сына своего вопиющего Абва Отче Итак, ты уже не раб, но сын А если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа То есть для нас это должно быть отрадно Что дух, который в нас теперь Это не сотворенный, а рожденный Потому что мы на самом деле теперь являемся детьми Божьими Он родил нас Он родил нас, и Он хочет, чтобы мы утверждались в этой истине Потому что мы зачастую остаемся в положении тварном Кто-то согласен, что зачастую верующие остаются в положении тварей Ну так грубо говоря Однажды, когда мы были в тюремном служении Один брат, который веровал, он мне написал письмо из заключения Хотя я и тварь, но новое Как бы он такое определение дал Но я думаю о том, что если верующий остается в положении тварном То у него возникнет много проблем Много непоняток Но если верующий пребывает в положении рожденного Рожденного от Бога То есть ты сын, ты дочь Бога Ты рожден от Бога И этот Бог, Он любящий Отец Заботливый, Он никогда не подведет Никогда не оставит Никогда не покинет То, к чему мы призваны теперь Наседаться в этом И что это обозначает То есть то, о чем я вначале сказал Это означает, что теперь необходимо Духовное возрождение нашей души Потому что в ней все эти отклики происходят Потому что Дух Святой воздействует Теперь через наш рожденный от Бога Дух Воздействует на нашу душу Чтобы привести ее в положение В состояние покоя, принятия То есть влечет узами любви Потому что любовь Божия излилась Духом Святым Наши сердца Влечет в это состояние покоя Матфея 11 глава 28 стиха Господь говорит Придите ко мне все труждающиеся и обремененные И я успокою вас И найдете покой То есть научитесь от меня И найдете покой душам вашим Потому что вся теперь как бы вот эта борьба Разворачивается в нашей душе Потому что в Духе я могу быть утвержден Славить Бога Но моя душа Она снова и снова нуждается Чтобы свет Свет истины проливался на нее Освещая ее Выводя ее из этого состояния В которое она снова и снова может Вовлечься 118 Псалом 25 стих Душа моя повержена в прах Оживи меня Господь по слову Твоему Снова и снова Эта необходимость И Бог нас призывает к этому То есть теперь этот процесс Который также называется освящением Освящение по слову Божьему Духом Святым Чтобы душа она постоянно была Вот в таком состоянии То есть полном попечении Которое теперь ей обеспечивает Дух Святой Живущий в нашем Рожденном от Бога Духе Как бы можно это отличать таким образом Можно сказать что это один дух с Господом То есть это настолько уникальное Теперь творение Соединенное с Богом Но задача теперь какая? Духа Святого Или можно сказать Христа Иисуса Который в нас Духом Святым Пребывает Его задача какая? Его цель Спасти нашу душу Вот чем он занят теперь Спасти нашу душу Потому что наша душа Она Вот представьте Она в таком состоянии Она может быть в страхе Она может быть в смущении Она может быть в каких-то Таких непонятках То есть душа постоянно В каком-то состоянии может находиться И мы с вами видим Как с этим разбирался Давид 41 Псалом 6 стих Что унываешь душа моя И что смущаешься Уповай на Господа То есть Дух Божий Который в нас теперь Он постоянно обращен к душе Чтобы назидать ее Чтобы проливать свой свет Чтобы изливать всю благодать Чтобы наполнять ее любовью Это как книга Песнь-песни Помните Возлюбленные обращаются И это как Дух Святой Который обращается к нашей душе То есть я еще раз хочу Просто это уточнить Что поймите Это не то в чем нуждается Рожденный от Бога Дух Потому что Он Он Божий Дух По своей природе Он не нуждается в этом Он не может с этим иметь Ничего общего Там с какими-то проблемами Там связанные с грехом С падениями Он полностью в Боге Говорится Рожденный от Бога Он не грешит И лукавый к Нему не прикасается Все что теперь происходит с нами Это вот наша душа Которая нуждается в спасении Нуждается в освящении Теперь она Ну то есть Как бы мы можем сказать Что позиционно Она спасена Но во времени Мы с вами испытываем Все эти разные Ощущения Переживания Это все происходит В нашей душе Которая теперь призвана Постоянно Как сказать В таком положении Послушания Пребывать Ожидая от Господа Как об этом сказано Псалом 41 Там же 2 глава Как лань Желает потоком воды Так желает душа моя К тебе Божия Третий стих Жаждет душа моя К Богу крепкому Живому Когда приду Яблюсь пред лицо Божие То есть Четвертый стих Слезы мои были для меня Хлебом день и ночь Когда говорили мне Всякий день Где Бог твой То есть представьте Вот состояние души Давида Здесь говорится Сынов Кореевых Ну мы можем сказать Любого человека Божьего Душа Которая не находит покоя Не находит покоя В каких-то обстоятельствах И она желает к Богу Где она только может успокоиться И вот сам Господь Которого здесь говорится Где Бог твой Душа в смущении Ищет его Как книга Песнь песни Возлюбленная Бегает По городу ищет Где мой возлюбленный В смятении И когда она находит его Что происходит Она успокаивается То же самое теперь Когда Христос Духом Своим Вошел Вовнутрь Можно так сказать За завесу Вошел в наше сердце И он Привел Он привел Нашу душу Привел ее В свой покой Для того чтобы Говорить к ней Слова благие и утешительные Для того чтобы Назидать ее Созидать ее В своей любви Вкладывать в нее Снова и снова Потому что Наша душа Нуждается в этом Поймите Мы не можем От этого никак Отвратиться Потому что Если мы не будем Принимать то Что теперь Бог нам Прямо Устроил Внутри нас Самих Если мы не будем Это принимать Снова и снова Душа наша Снова окажется В таком положении Что ее нужно Снова спасать И в принципе Ее и нужно Снова и снова Спасать И для этого Спаситель есть Слава Богу И он есть теперь Внутри Не так что Нужно было бы Его где-то искать За 3-9 земель Он теперь в нас Спаситель Для души Которая постоянно Нуждается в спасении Это очень Как сказать Очень Практично Можно так сказать Это очень удобно Это очень удобно Что теперь Спаситель Всегда рядом С душой Которая в этом Постоянно Нуждается Мы это можем Испытывать Мы это переживаем Мы это чувствуем Что это происходит Внутри нас Но какое Ободрение Для нас Должно быть Вот это откровение Что Христос Теперь там Постоянно Он постоянно Заинтересован И занят Тем Чтобы нашу душу Исцелить Снова и снова Исцелить Раненые эмоции Снова и снова Удалить корни Коречи Снова и снова Позаботиться о том Чтобы пролить на нее Дождем Живую воду Чтобы освежить ее Чтобы обустраивать ее Помните Однажды мы говорили Что он как садовник В нашей душе Чтобы из этой пустыни мертвой Которая была До его пришествия Он садил сад Цветущий сад Когда мы читаем с вами Двадцать первую главу Евангелия Таана По воскресению Из мертвых Иисус Христос Находился в саду И Мария пришла И она его встретила И она не узнала Помните Что она подумала Она подумала Что это садовник И она у нее спросила Где тело моего Господа И она в общем-то Не ошиблась Он садовник Теперь В нашей душе Как об этом Очень так поэтично Красиво говорится В книге Песень песней Как он заботится О нашей душе Превращая ее В цветущий сад Это четвертая глава С двенадцатого стиха Запертый сад Сестра моя Невеста Заключенные колодец Запечатанный источник Рассадники Твои сад С гранатовыми Яблоками С превосходными Плодами Киперы с нардами Нарты Шафран Аир и корица Со всякими Благовонными деревами Мира и алой Со всякими Лучшими ароматами Садовый источник Колодец живых Вод и потоки С Ливана Поднимись ветер С севера И принесись с юга Повей на сад мой И польются ароматы его Пусть придет возлюбленный мой Ист в сад свой Вкушает сладкие плоды его Также очень хорошее место Это книги Исаии Песня 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 Вместо терновника Вырастет кипарис Вместо крапивы Вырастет Возрастет мир И это будет Во славу Господа Знамение вечное Несокрушимое То есть Мы можем сказать Что за все эти годы Пребывания нашей души Во тьме В состоянии Греха и смерти Там Один только чертополох Крапива Репейники Ну может у кого-то там Какие-то лютики Произрастали Да Посреди всего этого Безобразия Но теперь Возлюбленный Который Который заботится О нашей душе Чтобы превратить Ее в цветущий сад И мы И мы снова и снова Его призываем Мы снова и снова Обращаемся к нему Потому что Мы вкусили Как благ Господь Мы уразумели Что это такое блаженство Состояние души Которое хранимо Богом Очень хорошее Также Сравнение Сравнение В Исайи 27 глава Третий стих Со второго В тот день Воспойте о нем О возлюбленном Винограднике Я Господь И сорняки Чтобы затем Насадить доброе Семя И произрастить Доброе Насаждение То есть Вот то что происходит Теперь в нашей душе Которое Также нуждается Он также нуждается В духовном возрождении В смысле Воздействия Духа Святого На нее Чтобы она Была животворена Чтобы она Расцвела Чтобы из пустыни Она преобразилась В цветущий сад И это действие Божие Но Я могу сказать Что мы Конечно же В этом отношении Являемся Соработниками Бога Потому что Хотя бы Просто открыть Калитку И пустить Господа Чтобы он Производил Свои работы Это тоже Является Частью Нашего Сотрудничества С ним Потому что Каждый раз Каждый день Мы просто В молитве Обращаемся К Господу И призываем Его снова и снова Пролить свой свет На нашу Душу Чтобы снова и снова Он осветил нас Словом истины Оживотворил нас По слову своему Исполнил нас Духом святым То есть Еще раз Я хочу просто Обратить Ваше внимание На то что Рожденное От Духа Есть Дух Рожденное От Бога Это имеет Сущность Бога То есть Дух Который в нас Он Соединен С Духом Божьим То есть Соединен В один Дух И все это Направлено Теперь На спасение Нашей Души То есть Это очень важно Понимать Что этот процесс Теперь Он происходит Мы можем В нем Активное Принимать участие Кто-то Может Вообще Быть В этом Не заинтересован Но Мы понимаем Что у него Будут Серьезные Проблемы Какие проблемы Мы можем Посмотреть Первое Второе Послание Петра То есть Это проблема Человека Спасенного Но который Не имеет Этого отношения Сотрудничества С Богом В его благодати Посмотрите Это состояние Состояние Лота Лота Который Спасенный Верующий Но который Не принимает Не принимает Этой благодати Для Обновления Своей души И что с ним происходит Седьмого стиха Второй главы Второе послание Петра А праведного Лота Утомленного Обращением Между Людьми Неистово Развратными Избавил Восьмой стих Ибо сей Праведник Живя между ними Ежедневно Мучился В праведной Душе Видя и слыша Дела Беззаконные Этот Праведник Ежедневно Мучился В праведной Душе Своей Кто из вас Хотел бы Прожить Такую Христианскую Ежедневно Поэтому даже Ангелам Необходимо Было ему Сказать Не поворачивайся Назад Не смотри Даже в эту сторону Почему Потому что Если бы они Ему это не сказали Знаете Как лот Выходил Из Содома Он бы Задом Выходил Он бы Смотрел На Содом И шел Спиной Потому что Вся его душа Она была В этом Нечестивом Месте Какими-то Связями Можно сказать Демоническими Приклеена К этому Месту И он Не мог Освободиться Мы можем Так же Сказать Это Исаия 44 глава 20 стих Что человек В правой руке Которого Обман Он гоняется За прахом Обманутое сердце Ввело его В заблуждение И говорится И он не может Освободить Души своей Он не может Освободиться Лот не мог Освободиться Поэтому Богу По молитве Абраама Пришлось посылать Ангелов Чтобы они Вывели Лота Потому что Он смотрел В другом направлении Он не принимал Благодать От Бога Для жизни Для восстановления Для духовного назидания И в результате Всю свою жизнь Он мучился Праведной Душе своей Но то Что определил Для нас Бог Насколько это Отличается От положения Лота Теперь Если Дух Самого Господа В нас Который Нас освящает Который Нас Оживотворяет Который Наполняет Нас И радостью И благодарностью Что теперь Мы Выберем Что мы Теперь Можем иметь С вами В такой полноте Поэтому Я хотел бы Чтобы это Действительно Было Удивительным Откровением Которое Мы Обнаружили Обнаружили С вами В процессе Изучения Углубившись О том Что Дух Теперь Который В нас Он Несотворенный Он Рожденный Если Это Нас Не Обрадует То Я не знаю Что Нас Тогда Может Обрадовать Если Это Не Обрадует Меня Что Я Действительно Рожден От Бога Теперь Я Действительно Принадлежу Ему Как Его Возлюбленное Чадо Не Просто Как Творение Как Мы Скажем Которого Очень Много Вокруг Нас Все Наполнено Творением Божьим Но Рожденное Рожденное От Бога Насколько Это Уникально Насколько Это Удивительно И Мы С Вами Являемся Этим Уникальным Явлением Рожденное От Бога Подобие Единородному Сыну Божьему Который Был Рожден Прежде Всего Творение Который Единосущный С Богом С Отцом И Мы Соединены С вами Также В этой Природе Нашего Бога Второе Послание Петра Первая Глава Мы Сделались Причастниками Его Божественного Естества То есть Через Рождение Через Рождение Евангелия Третья Глава Наше Основное Место Изучение После Того Как Иисус Сказал Никодиму Что Если Кто Не Родится Свыше В Третьем Стихе Не Может Увидеть Царствие Божие Потом Никодим У него Спрашивает Как Может Человек Родиться Будучи Стар Неужели Может Он Другой Раз Войти В Утробу Матери Своей Родиться Пятый Стих Иисус Отвечал Истинно Истинно Говорю Тебе Если Кто Не Родится От Воды И Духа Не Может Войти Царствие Божие То То Пятом Стихе Мы Видим Уточнение Можно Так Скать То Иисус Объясняет Никодиму Учителю Закона Начальнику Иудейскому Он Объясняет Ему Первое Первое Объяснение Никодим Не Не Воспринял Вообще Совершенно Что Значит Родиться Заново Это Что Как Может Человек Старый Опять Снова Попасть В Другу Матери И родиться Затем В пятом Стихе Иисус Поясняет Если Кто Не Родится От Воды И Духа То Это Очень Важно Что Обозначает Родиться От Воды И Духа Потому Что Есть Определенная Путаница Многие Направления Утверждают Что Родиться От Воды Это Значит Крещение Водное Крещение То Если Ты Принимаешь Водное Крещение Это Означает Рождение От Но Мы Можем Сказать И Это Совершенно Точно Вода Здесь Это Представлено Словом Вода Это Слово Божье Представлено Слово Божье Потому Что Мы Возрождены От Нетленного Семени Слово Божье Первое Послание Петра Первая Глава Также Первая Глава Послания Якова 18 Восхотев Родил У нас Словом Истин То Очень много Примеров Мы можем Сказать Того Что В Писании Слово Божье Оно Сравнивается С водой Давайте Откроем Одно Место Оно Тоже В нашем Изучении Должно Быть Очень Важным Мы Наверное Даже Ни разу Еще Не Упоминали Но Это Должно Быть В нашем Изучении Изучение Очень Важным Местом Это Книга Из Чистой Водой Что Это Напоминает Нам Можем Скать Ефесянам Пятая Глава Двадцать Пятого Стиха Каким Образом Очистил Нас Бог От Всякой Нечистоты Баней Водной Посредством Слова Божьего Здесь Говорится Так Окроплю Вас Чистой Водой Вы Очиститесь От Всех Скверн Ваших То Это Можно Скать Слово Которое Освещает Иван 26 стих И дам Вам Сердце Новое И Дух Новый Дам Вам И возьму И сплоти Ваше Сердце Каменное И дам Вам Сердце Плотяное 27 стих Вложу Внутрь Вас Дух Мой И сделаю То Что Вы будете Ходить Заповедях Моих И уставы Мои Будете Соблюдать И выполнять И мы знаем С вами Что В времена Ветхого Завета Дух Святой Он Сходил На Людей Но Он Не Имел Места Обитания В Человеке То Есть Это Было Определено Вот Пришествие Иисуса Христа После Того Как Он Совершил Искупление Наших Грехов На Кресте Умер Воскрес На Третий День И Вознесся И Дух Святой Был Послан И Предварительно В 7 Главе Евангелия Таана 37 стиха Господь Говорит Что Он Говорит Предваряя Пришествие Духа Святого Что Верующие В Меня Как Сказано Писание У того Из чрева Потекут Реки Воды Живой Да То То Есть Опять Же О Воде Говорится То Вода И Дух То Он Говорил О Духе Святом Которого Должны Были Принять Верующие Потому Что Еще Не Был Тогда Прославлен Христос Еще Не Было Тогда Этой Возможности Чтобы Дух Святой То То Он Был Послан Чтобы Пребывать В Человеке Который Принимает Верую Откровение Божье О Славе Иисуса Христа Спасителя На Которого Взор Направлен По Направлению К Агнцу Божьему Берущему На Себя Грех Мира И Дух Святой Тотчас Запечатлевает Человека Наполняет Возрождает Его И Пребывает В Нем Также Иезеки 37 Глава Можно Сказать 14 И Вложу В вас Дух Мой И Оживете И Помещу Вас На земле Вашей И Узнаете Что Я Господь Сказал Это И Сделал Говорит Господь То есть Вот эти Обетования Которые Были В Ветхом Завете Что Господь Он Дает Своему Народу Такое Обетование Что Вселюсь В вас Вложу В вас Дух Мой И Узнаете Что Это Я Сказал И Сделал Когда Это Осуществилось Апостолы Второй Главе Книги Деяний Они Вышли На улицу И Апостол Петр Своей проповеди Засвидетельствовал Что Что Это То Что Было Сказано Через Иоиля То есть Это Излияние Духа Святого Которое Теперь Человека Приводит В новое Состояние Новое Положение То есть Новое Творение Новый Человек Рожденный От Бога Духом Божьим То есть Насколько Это вообще Прекрасно Что Не сотворенный А рожденный Мы Теперь С вами Не сотворенные Мы Рожденные Нам Нужно Теперь Утверждаться В этой Истине Поймите То есть Когда Люди Говорят В естественном Состоянии Все мы Творение Божие Все мы Сотворены Можно сказать Нет Мы Рождены Мы Теперь Рождены Мы Новое Творение Ветхое Ветхий Человек Наш Сотворенный Мы Можем Так Сказать Он Распят С Христом Мы Теперь Рожденные Подумайте Это Настолько Я думаю Как Революционная Истина Должна Быть Мы Не сотворенные Теперь Да Мы Были Как И все Творения Сотворены Богом Но Теперь Мы Рождены Мы Подобны Иисусу Христу Который Не Рожден Ой Не сотворен Я Начинаю Кутаться Надо Заканчив Мы Подобны Иисусу Христу В том Что Он Не сотворен Он Рожден Прежде Всякого Творения Мы Теперь Рожденные От Бога Просто Нам Необходимо Принять Эту Истину И утверждаться В ней Каждый День Мы Теперь Рожденные От Бога Мы Теперь Дети Божьи 1 Иоанна 3 Глава Может Быть Это Теперь Прольет Свет На Эти Места Чтобы Мы Немножко Продвинулись В этом Понимании Что Такое Быть Рожден От Бога Чем Это От 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 Творения Которое Может Ходить По Своему Произволу В направлении Ему Непонятном И Неизвестном Которое Мы Понимаем Чем Заканчивается Но Рожденные От Бога Это Совершенно Другое Это Совершенно Новое Это Совершенно Уникально В этом Отношении Если Мы Обращены К Богу И Идем С Ним Путем Превосходнейшим Мы Можем Открывать Такие Удивительные Просто Благословения Божие Которые Он Определил Для своих Детей Подумайте Потому что Христос Говорит Об этом Снова И Снова Что Если Вы Будучи Злые Любите Своих Детей Оказывайте Им Благодеяние То Тем Более Отец Небесной Как Вы Познать Вам Любовь Отца В полной Мере Так Как Ее Знал Единородный Сын Божий Который Пребывал В своей Человечности Точно Так Же Как Мы Можем Сказать Его Дух Душа И Тело Были В полном Взаимодействии Послушании Отцу В полном Полной Гармонии В абсолютном Доверии Радости То Не было Никаких Проблем Кроме Того Что В своей Человечности Он Понимая Что Ему Предстоит Какой Ему Предстоит Совершить Труд Искупительный Какой Ему Придется Выпить Чашу Какие Ему Предстоят Страдания И Мы Можем Сказать Что Мы По Благодати Божией Мы Можем Сегодня Благодарить Его С утра До Вечера И С вечера До Утра Что Он Испил Эту Чашу До Дна Мы Можем Скать Что Он Испил Эту Чашу До Дна За Нас Чтобы Дать Нам Такую Благодать Призобильную На Каждый День На Каждый Момент Времени Чтобы Наша Душа Успокоилась Успокоилась Вот В руках Любящего Небесного Отца Находясь И Просто Была Настолько Преисполнена Миром Покоем Радости Благодарности Богу Не реагируя В негативных Реакциях Имеется ввиду Да Реагируя Только на Его ласки Откликаясь Пребывать В этом Положении И для этого Теперь У нас Все Богом Может Так сказать Устроено Полное Обеспечение Для нашей Души И в заключении Как об этом Сказано Первое Послание Петра Первая Глава Третьего Стиха Прочитаем Этот Отрывок Благословен Бог и Отец Господа Нашего Иисуса Христа По великой Своей Милости Возродивший Нас Воскресением Иисуса Христа Из мертвых К упованию Живому К наследству Нетленному Чистому Неувидаемому Хранящемуся На небесах Для нас Силою Божией Через Веру Соблюдаемых Ко спасению Готовому Открыться В последнее Время Осем Радуйтесь Поскорбев Теперь Немного Если нужно От различных Искушений Дабы Испытанная Вера Ваша Оказалась Драгоценнее Гибнущего Хотя и Огнем Испытываемого Золоток Похвалей Чести И славе В явлении Иисуса Христа Которого Не видев Любите И которого Доселе Не видя Но Веру В него Радуйтесь Радостью Неизреченную Преславную Достигая Наконец Верою Вашею Спасения Душ И 13 стих Посему Возлюбленные Припоясав Чресло Ума Вашего Бодрствуя Совершенно Уповайте На Подаваемую Вам Благодать В явлении Иисуса Христа Совершенно Уповайте На Подаваемую Вам Благодать Как мы можем сказать В духе То есть Это от духа Дух изливает Всю благодать На нашу душу Мы можем сказать Как на Землю Иссокшуюся Изливается Вода И эта земля Просто Впитывает Эту влагу Впитывает Как губка Ей нужно Много Много Воды Эти потоки 55 глава Книги Исаии Жаждущие Идите Все К водам 68 Псалом Поток Божий Полон Воды Просто Встаньте Под этот Поток Просто Свою душу Поместите Под этот Поток Чтобы вода Эта изливалась И она Нам предоставлена В такой Полноте Мне просто Не остановиться Евангелие От Анны 4 глава Это продолжение Этой удивительной Можно сказать Истории Здесь Господь Говорит Женщине 10 стих Если бы Ты знала Дар Божий Кто говорит Тебе Дай мне пить Что ты Сама Просила Бо У него И он Дал бы Тебе Воду Живую То есть Подумайте Христос Который знает Состояние Души Этой Женщины Которая Которая В пустыне Которая Просто Как Истрескавшаяся Из Сухая Земля И он Говорит У меня Есть Вода Такая Вода Которая Твою Душу Превратит Цветущий Сад Если бы Ты знала Дар Божий Ты бы Просила И Он Дал бы Тебе Знала С кем Говорит 14 стих А кто Будет Пить Воду Которую Я Дам Ему Тот Не Будет Жаждать Вовек Но Вода Которую Я Дам Ему Сделается В нем Источником Воды Текущей Жизнь Вечную И вот 15 стих У женщины Появляется Этот Интересно Женщина Говорит Ему Господин Дай Мне Этой Воды Чтобы Мне Не Иметь Жажды Не Приходить Сюда Черпать То есть Она Еще Пока Что Думает О Воде Которая Нужна Ей В кувшины Она Еще Не Может Понять О Той Воде Которую Пришел Дать Каждой Измученной Душе Спаситель И Господь Наш Иисус Христос Какие Потоки Открывается Через Его Благодать То Какой Поток Открывается Через Его Благодать Для Моей Души И Это В Нас То есть Это Прямо В Нас Все Теперь Происходит Верующий В Меня Как Сказано В Писании Кутовой Щреба Потекут Реки Воды Живой То есть Бог Определил Для Нас Такую Полноту Такое Изобилие Живой Воды Чтобы Наша Душа Не Испытывала Никакой Засухи То есть Каждый Раз Когда Это Происходит Как Мы Прочитали 41 Псалом Жаждет Душа Моя Как Лань Потоком К Богу Который Теперь Так Близок Понимаете Он Теперь С душой Соединен С нашей То есть Слово Божие Которое Проникает До Разделения Духа И Души И Какое Это Разделение То есть Как Они Соединены Так Что Только Слово Божие Может Это Разделение Сделать То есть Насколько Мы Теперь Соединены С Богом Чтобы Нам Не Нужно Было Куда Отправляться В Длительное Путешествие Какие То Платить Большие Деньги За Это Чтобы Это Получить По Благодати Снова И Снова Просто Испытать Бога Который Настолько Верен Чтобы Подавать Нам Эту Воду Снова И Снова Одна Молитва Один Только Возглас Бога Жажду Христос Вселенную На Все Мироздание Этот Возглас Души Человеческой Жажду И Отец Услышал Отец Услышал Своего Сына И Что Произошло Дальше Открылись Все Краны Открылись Все Источники Подобно Тому Как Это Произошло 7 глава Книги Бытие Во время Потопа Открылись Все Источники Все Бездны И Живая Вода Потекла В таком Изобилии Для Каждого Кто Обращается К Иисусу Христу С Этой Нуждой И В следующий раз Мы Поговорим Очень Подробно И Внимательно В отношении Того Как В этот Момент Происходит Это Удивительное Явление В этот Момент Когда Дух Святой Направляет Наш Взор Устремляет Наш Взор По направлению К Агнцу Божьему Берущему На себя Взявшему На себя Грехи Всего Мира И Как В этот Момент Происходит Это Удивительное Явление Славы Божьей Спасения Божьего Силы Божьей